Болезни здоровья Ибо без них трудно спасаться, особенно в миру. Силен же и восстановить здоровье, если человек может и в здоровом состоянии жить как должен. Поэтому одно из средств для восстановления здоровья – укрепиться в делании заповедей, стать твердо на пути в Царствие Божие, ибо и здоровье нужно на этом пути. Недостаток его мешает, как и избыток вредит и останавливает. Надо смириться под крепкую руку Божию, и Он в свое время вознесет нас. Только немощь душевная у нас так велика, что одолевает маловерие промысл Божий. Укрепляется же вера человека через делание заповедей, искушения, сознание своей немощи и бессилия, и получение помощи Божией, когда исчезает всякая надежда на помощь человеческую. Будьте здоровы душой, тогда даст Бог, и телом поправитесь. Господь да благословит вас. Тяжелая предсмертная болезнь – не есть ли явление милости Божией к усопшему? За дни страдания, а может быть и видений, он мог раскаяться пред Богом в своих ошибках, мысленных и других грехах. Для покаяния ведь много времени не надо, как видим на примере разбойника, мытаря, блудницы и прочее. Нужно только осознать свою греховность и гибель, признать, что спасает только один Господь. И спасает не за дела. От дел закона не оправдится никакая плоть. Послание Галатам, глава 2, стих 16. А за сознание своей худости, своей негодности, за просьбу о спасении и за веру. Поверь мне, что болезнь твоя не случайна. Она послана тебе по великой милости Божией для спасения твоей души. Нужно было оторвать тебя от той безобразной жизни, которая губила тебя и огорчала всех любивших тебя. Я уверен, что ты вполне осознал свое неладное прошлое и раскаиваешься в нем. Отчистить душу от прежних скверн может один только Господь. И если ты без ропота, а с благодарностью к Богу потерпишь свою телесную болезнь, то этим покажешь свою веру, свое покаяние и смирение, и получишь не только прощение сделанных прежде грехов, но и помощь на будущее время для борьбы с дурными влечениями, а после смерти – вечную жизнь в общении со всеми святыми, неизреченную радость. Совесть будет угрызать нас, что не ответили взаимностью на любовь Божию. Будем же благодарить от всего сердца Господа за все, что угодно будет Ему послать нам. Не во гневе, не для наказания посылает нам Господь скорби и болезни, а из любви к нам, хотя и не все люди и не всегда понимают это. Зато и сказано – за все благодарите. Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 18. Сие буди, буди со всеми нами. Аминь. Господь посетил вас болезнью, конечно, потому что она была необходима для вашего спасения. Многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие. Деяния святых апостолов, глава 14, стих 22. Таков закон духовный. Апостолы, мученики, преподобные, все святые вошли в славу через многие великие скорби. Его же болюбит Господь, наказует. Беет же всякого сына, Его же приемлет. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Очевидно, что нет иного пути в Царствие Божие, как путь узкий, крестный. Поэтому и вы должны не унывать при болезни и слабости, а паче радоваться духом, утешаясь мысленно, что Господь стал к вам ближе теперь, а в будущем и совсем сделает своими детьми, если до конца останетесь Ему верными, и без ропота понесете все скорбное, что Он найдет нужным послать вам. «Претерпевый до конца, той спасен будет» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. «Потерпи, родная, может, скоро и всем нам конец будет. Страшно умирать во грехах, с ропотом в душе, без мира, без покаяния. Неужели мы так неразумны, что краткой и малой скорби не потерпим, чтобы избежать вечной, ужасной, непостижимой теперь скорби и муки в аду, в обществе бесов и отверженных людей. Болезни и скорби принимай как благоразумный разбойник, достойные по делам своим приемлем». Евангелие от Луки, глава 23, стих 41. «Ты тщеславна и горда, отсюда все прочее. От этого ты всех осуждаешь, всех винишь, а себя оправдываешь. От этого все грехи и болезни. Господь предупреждает тебя болезнями и неприятностями, чтобы ты оглянулась на себя и смирилась, а ты все грубеешь. Опомнись. «Если бы я имел право и силу, то я категорически потребовал бы от нее, чтобы она сделала все возможное в человеческих силах для поправления здоровья, хотя и предоставив результат воли Божьей. Нужно, чтобы тело не мешало душе. Мы и так мало способны, а если еще здоровья телесного не будет, то и вовсе можем ослабеть душой. Ведь и молитва при болезни не может быть интенсивной, а без нее трудно стяжать и смирение, которое одно смогло бы все заменить. Надо и трудиться, но знать меру, считаться со здоровьем, а то можно уподобиться ведь и самоубийцам. Мы должны быть страсти-убийцами, а не тело-убийцами. Последнее может быть вменено и в самоубийство, если делаем по страсти через силы. Плачь о грехе своем и грехах. Думай больше о смерти. Когда ничего не было, наверное, мечтала только об угле и куске хлеба. А когда имеешь отдельную комнату и все нужное, увлекаешься работой до смерти. Сказка о рыбаке и рыбке. Нашему поколению Господом допущен путь, предсказанный давно. Вера и безропотное терпение скорбей и болезней. Личный же подвиг мы не можем вынести. Впадем в высокоумие и погибнем в духовной прелести. Игнатий Бринчанинов говорит, что болезни — это напоминание нам от Господа, что смерть наша не за горами, и следует нам очистить все прошлое искренним сокрушением, покаянием, принятием святых тайн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok